Вас приветствует канал Ярофант и с вами Марго Скоробей. Сегодня, друзья, мы с вами сделаем небольшой расклад, который называется «Мое магическое направление». Я уже как-то опубликовала видео, которое называется «Являетесь ли вы обладателем магических способностей тест на Таро?». Сейчас выйдет подсказка, и вы сможете посмотреть это видео. И мы с вами попробуем определить именно магом, какого направления вы являетесь. Ну, вы знаете, магия предлагает огромное количество направлений, практик. Это и руны, и медитации, энергетические практики, Таро, ритуалы всевозможные, такие как цигун, космоэнергетика, йога, много всего. И вот этот расклад поможет вам понять то направление магии, которое подходит лично вам именно сейчас, вот когда вы будете смотреть этот расклад. Значит, здесь будет всего лишь четыре позиции, четыре позиции. Пока я буду тасовать карты, и вы просто можете думать о себе, конечно же, о себе любимом или о себе любимой, и о том направлении, которым вы занимаетесь, которое вы развиваете. Итак, мы с вами будем смотреть на магической колоде Таро Зачарованного леса, да, колода, которая создана именно магом, именно магом, женщиной-магом. У нас будет здесь четыре позиции, так, четыре позиции. Значит, мы тасуем, а вы просто думаете о себе и о вашем направлении, чем вам больше всего нравится заниматься. Итак, задаем вопрос. Мы работаем здесь только с прямыми картами. В этой колоде я работаю. Итак, первой у нас будет позиция. Что вы практикуете в настоящий момент? И эта позиция покажет нам в общем целом, используя вами направление практики и на каком вы уровне находитесь, покажет ваши успехи. И она как бы, ну, даст нам общую вот такую вот картину, да. Мы посмотрим, как она гармонирует с остальными картами расклада. И, ну, почитаем весь расклад с вами в общем потом. Итак, первая карта. Давайте. Что практикуем? Что практикуем? Что практикуем? Может быть, энергии покажет, с которыми вы работаете. Итак, покажите нам, пожалуйста, уважаемые карты Таро, что я, называйте свое имя, знак зодиака, возраст, практикую в данный момент. Вот. Это у нас будет первая с вами карта. Вторая карта. Вторая карта. Это у нас будет предпочтительный источник силы. То, за счет чего вы творите магию, либо природа, ваши собственные резервы, космос. Ну, в общем, откуда черпаете силу, да. И посмотрим здесь. Здесь будет самый близкий источник для вас. Ну, мы знаем, что он, может быть, не один, может быть, и в этой позиции он где-то будет затронут. Сейчас посмотрим все, да. Мы все с вами выложим и все откроем, да. Итак, два. Источник силы у нас, да. Источник силы покажите нам. Так. Так. Ну, и я думаю, что мы еще этот расклад с вами дополним старшими арканами из Таро Мудрость Ведьм. Тоже он, эта карлода очень подойдет нам для этого расклада. Итак, магическая деятельность. Конкретная предпочтительная деятельность. Исцеление, гадание, предсказание, комбинация действий и так далее. Итак, посмотрим, да, что делать, да, как делать. Предыдущая карта говорила, как делать, а это что делать, да. Итак, смотрим, что делать. Так. Вот так пусть будет у нас, да. И у нас остается последняя карта. Это ваша роль как мага в данном направлении. Ваша роль как мага в данном направлении. давайте может быть еще выложим по дополнительной карте это было 1 2 3 и 4 давайте четвертую нас карту достаем папа так дополнительно так сейчас а сейчас пардон я еще возьму еще возьму и мы еще с вами наверное доложим сейчас процесс я просто достану эту колоду и мы с вами достала я вот эту колоду нам нужны лишь старшие арканы только так возьмем только старшие арканы мудрость ведьм то потому что они у нас космические часы символизирует да вот они здесь я и пока вот сюда положу и мы с вами будем читать итак первая карта смотрите вторая третья и четвертая карта туз видений хранитель видений девятка видений и того у нас три кубковые карты и шестерка испытаний это как бы карта у нас меченосная но мы еще доложим с вами для того чтобы более четкую картину видеть и так первая карта у нас первая карта вот это что она показывает смотрите какая красивая карта это у нас туз видений как если 2 это туз кубков будет то есть эта карта помним показывает что вы практикуете в настоящий момент и направление может до подсказывать смотрите значит здесь сразу идет что магический союзник видений это лебедь и из известные своими благородством и красотой лебеди отличаются силой яркостью верностью в любви мы с вами знаем что и лебединая верность любовь длится 20 лет они очень экспрессивное создание и лебедь дарит маленькое озеро вам проведение на укромной полянке и когда его воды без мятежды она становится магическим зеркалом и в нем отражается все ваши желания но одно желание какое-то отражается более ярко потому что лебедь знает что ваше истинное я благородно чисто и прекрасно здесь эта карта говорит о духовности о доброте и конечно же это уже как вы поняли стихия воды да то есть стихия воды можно сказать что вы маг воды и вы допустим можете много работать заговаривать воду для того чтобы исцелять людей вот это вот ваше как бы направление в ну вот который вот сейчас мне идет с потока информации вот возможно это ваше направление или будет ваше направление то есть вот эти светлые энергии именно магия может быть заговорная наговор на водичку идем дальше с вами предпочтительный источник силы это хранитель видений хранитель видений у нас это волшебник который умеет оборачиваться то есть умеет принимать разный облик смотрите его рыбий образ вот здесь вот древний мудрый лосось это древнейшие из созданий по легенде да и когда он в образе рыбы эмоции притухают и наступает отрешенность до глубина воды и он склонен наблюдать наблюдать за миром и его девиз такой смотри что под гладью когда вам понадобится мудрый совет в области мистического отыщите его то есть вы можете закрыть глаза настроиться на свой астральный храм мага и призвать его на помощь и это будет очень действенная помощь именно для вас вы можете войти в медитативное состояние это тоже поможет делу и вы всегда найдете покой то есть это есть ваш источник силы то за счет чего вы творите это природа именно природа водная природа водная стихия то есть именно это самый близкий для вас источник река пруд водоем и даже аквариум с рыбками какие-нибудь сомики маленькие можете завести и тогда вы будете черпать энергию с этого так дальше ваша магическая деятельность указывает следующая карта под номером 3 указывает на конкретную де то есть исцеление но мы уже с вами касались да вот исцеление да как бы у нас была эта тема затронута поэтому она сразу идет иногда вот здесь как бы позиции карт есть но она все равно видите сплетается в определенный рисунок здесь у вас то у нас тоже какая карта девятка видений опять у нас с вами карта кубковая да кубковая карта девятка видений посмотрите здесь мы видим с вами какой-то колодец и растительность вокруг ну вот здесь вот как бы вверх да и как мань монетку любят бросать дети там до чтобы вернуться куда-то или взрослые если куда-то попадают какое-то место и хотят вернуться еще раз это мы здесь вот видим что как бы здесь разрушенное здание старое и никто вот сюда как бы не заходил то есть это какой-то может быть тоже наши знаете как подсознание такое да то есть где мы можем работать из чего и например для того чтобы даже исцелиться вот эта карта говорит достань монетку подожди пока вода успокоиться и брось монетку в воду и твое желание исполнится но когда вы в это поверите все так и будет вообще-то карта желаний и говорит о том все что вы загадали оно будет исполнено здесь живет лесное волшебство и лесные феи вам в помощь но главное чтобы ваши желания было истинным ваше магическое желание должно быть истинным и тогда но исполнится но не спешите и решите что вы всего хотите больше всего чтобы желание не было потрачено зря здесь конечно удача по этой карте вообще ждет но ваша магическая деятельность говорит вам что вы уже знаете и понимаете как исцелять это заговорная магия магия работой со стихией вода то есть вы можете использовать биоэнергетику в сочетании с природной силой то есть вот таким вот образом и у нас осталась последняя карта роль ваша как мага в данном направлении то есть ваша собственная роль и здесь у нас идет шестерка испытаний о чем говорит эта карта вашей роли эта карта говорит о том что у тебя может быть несколько направлений в магии но тебе нужно выбрать какой-то самый лучший самый подходящий то есть смотрите сесть перегруппироваться в каком-то уединенном вместе не и не думать о том что у вас что-то не получится или какие-то будут завистники враги нет вы сильный маг вы маг стихии вода у вас все получится и вам только нужно определить вашу методику методику то есть с чем вы будете работать когда вы будете работать и какие вы будете делать ритуалы то есть ваша роль здесь самое важное как сказать что главное чтобы вы умели доверять себе а возможно вы сядьте в медитативную позу и войдите в медитацию возможно вы сейчас видите вот девушка сидит ей как бы сложно возможно вас начать такой вот период когда вы еще ученик ученик у вас есть вот эти скрытые таланты скрытые вот они здесь магические таланты но вы пока боитесь их проявить и не совсем уверены в себе в своих силах а может быть вам нужен мастер или учитель активный практик да и который поможет вам возьмет вас за руку и поведет то есть вот получается у нас вот такая карта да такая карта ну давайте если мы еще с вами возьмем на старших арканах давайте еще положим сейчас вот здесь у нас тоже хорошо стихии показывают давайте что еще поможет что еще поможет да такой информативный расклад получился думаю очень интересный к колоду такая говорящая именно в этом направлении с мы смотрим направление один так карты большие анти вот эти тоже красивые такие видите насколько они больше рубашка красивая ой пардон и и последняя да роль мага так ну что давайте будем посмотреть как говорится так смотрим с вами смотрим открываем смотрите что нам здесь карта вот это показывает смотрите эта карта говорит что вы все таки находитесь в начале своего пути помните я вот эту показала вам карту верхней давайте мы сейчас все откроем с вами и посмотрим у нас вырисуется вся картина давайте вот так так будет лучше смотрите здесь у нас пилигрим да то есть если мы возьмем вот с этой картой теперь здесь такой синтез проведем да то есть смотрите возможно кто-то из вас находится в начале своего пути он пилигрим и он пошел в этот путь для того чтобы исследовать но вам звезды астрология млечный путь в помощь смотрите вас поддерживает сила мудрость зверей смотрите все собрание зверей то есть максимум общения с природой вам поможет водная стихия конечно и звери земные вам помощь здесь у нас по вашей магической деятельности здесь у нас смотрите кто вот это такой друзья это у нас предок аним это предок и вот этот предок он обозначает именно учителя мастера или помощника о чем мы с вами вот здесь говорили то есть по пути по своем магическом пути ты обязательно встретишь учителя мастера или помощника и который тебя поддержит и выйдет выведет тебя на твой медиум к или в твоих магических способностях смотрите здесь у нас еще есть карта лабиринт что это может быть означать у нас лабиринт там именно мир это путь познания то есть вам вот вы вот вы вышли и вот вы куда идете смотрите да вот вы маленькая большая маленькая вот вы смотрите куда идете вы туда идете наверх а наверху если мы возьмем с вами зодиакальный круг там 10 дом гороскопа mc медиум к или то есть середина вашего середина неба вашего гора который вы стремитесь именно мы о магии сейчас говорим то есть это мир вселенная непостижимость движение и символ пути вообще выражает идею движения человека к истине представляете то есть я говорю что все кто посмотрят этот расклад он значит попался вам ребят не просто так вы именно находитесь на пути мага сейчас врата небесные открыты и многие люди очень многие как бы выходят на свой путь предназначения и начинается очень быстрый духовный рост главное а сдавайтесь здесь и сейчас живите осознанно и вы выйдете туда куда нужно и у вас будет эта возможность познать истину внезапно и неожиданно у тебя эта карта говорит что у тебя получится все на пути магии друзья вот такой у нас получился расклад я надеюсь что он вам понравился обязательно ставьте лайки подписывайтесь на канал да а кому интересно я в одном из видео описывала старшие арканы втором мудрость ведьм полностью здесь сейчас выйдет подсказочка и вы сможете ознакомиться с этими значениями потому что колода тоже такая великолепная и хорошо так вот работает в диагностике благодарю всех за внимание с вами была марго скоробей канал иерафан друзья желаю вам всех благ найти каждому своего мастера своего учителя на пути просветления и до новых встреч всем пока пока